всем привет я опять без пеленки в риоцентр в пеленки не хожу давайте немножко отвечу на вопрос такой как же мне видно было вот тут видно знаете смотрите по поводу девушка одна написала почистить кустики чем плохо спросила там протереть пеленочку это конечно все неплохо это супер это замечательно я совсем о другом говорила если вы замечание делаете к тому что у меня черенок с сухим листиком то поверьте его оторвать у него не до конца высохшая ножка у листа оторвать плохо я не хочу убивать точку роста она девушке пригодится которая купила этот черенок вот и сырая свежая обломанная точка роста она быстрее загниет посылки а также у нас помним да темно если вдруг где-то что-то мало важного то попадет идеальное место для развития грибка темно тепло и сыра супер место поэтому мы так не делаем значит по поводу вытереть клееночку ободрать листики так да если у тебя есть несколько человек которые вместе с тобой этим занимаются тебе помогают если тебя все стоит очень удобно на больших столах теплиц туда можно а если ты один этим всем занимаешься у тебя стеллажи как у меня трехметровый ты по этажам прыгаешь это нереально просто нереально вот хоть и тресни это не теплица где есть влажность повышенная у меня это квартира мать этом сухой воздух конечно они будут желтят листья они с улицы перешли в помещение они стрессуют это нормально это абсолютно нормально абсолютно нормально когда они желтят листья после пересыла я вам сегодня покажу мою те два кабанчика таира день ангела и вы к елена елена там что-то вообще незначительно там таира день ангела немного пожелтила но это ерунда желтый листья это вообще не напряг помню если нет грибка то все окей девочки если у кого-то вылетел черенок вдруг мало ли как это почта сволочи обращаются с ним берем ни в коем случае если у вас со стакана высыпалась земля какая-то а черенок там в стакане не дергаем его не телепаем не пытаемся его выдрать собираем землю присыпаем чутка поливаем как и всех брызгаем и пином и на другой день под вам понимаете вы его когда вот так телепаете вы ему последние корни отрываете я могу за себя говорить но я не могу отвечать за компанией транспортировать ну ребятам это нереально теперь понимаете еще вот по поводу там клееночки протереть мне кстати даже клееночки не везде есть вот так и везде зато у меня есть подносики кстати я жаль пожалела что я перенесла всех в теплиц в дом я побоялась вот этой температуры у нас минус 2 было но при этом некоторые сорта у меня даже в грядках оставались абсолютно нормально перенесли так рука болит держать вообще абсолютно не нормально перенесли у меня эти заморозки посмотри камера почему-то то есть эту нема то есть соответственно я могла и дальше свои держать ну как минимум до 15 ноября дуреха зря поспешила я еще кстати съездила и купила много сортов которых у меня не было я очень довольна я вам их покажу и даже продавца я вам порекомендую это женщина с очень большим опытом у нас с ней разные агротехники даюшкин код опять темно разные агротехники у нас с нею и немножко как бы черенки отличаются когда вот этот от агротехники очень много зависит вот но они такие пушистенькие все но я люблю чтоб они прямо гнули со сумасшедшей скоростью у нее такого она не бежит впереди паровоза как это делаю я но черенки огонь прям бог что еще что еще что еще а вы спрашивали в чем отличается уход зонартиков от зональных и других пеларгоний смотрите во первых почти все зонартики но очень многие они страдают таким явлением как чешуйтятость у них ствол выставы стволы такие они очень рано начинают древеснеть то есть чешуйками как будто покрываться выглядит это как одревеснение жесткие жесткие такие становятся и у этих растений они из-за этого первых тяжело укореняются долго во вторых у эти растения вот если у вас будет допустим один такой крутой зонартик и не будет ни одного растения больше но он будет жить у вас квартире где тепло и он будет выглядеть у вас ужасно у него не листья не расти не будет а если расти будут они будут сразу какие-то страшные становиться засыхать почему а потому что на нем клещ сам по себе заводится вот как это происходит непонятно в принципе уход зонартика в чем отличается первое есть зонартики которые нельзя обрезать весной то есть вы весной не можете с них снимать нормальное количество черенка с некоторых вообще лучше не снимать иначе не зацветет второе зонартики требует регулярной обработки если за на навку ты можешь там проморгать какую-то профилактическую обработку то у зонартика никогда вот ты смотришь на свой зонартик видишь опа листья перестали расти или растут и сразу пропадают первое что ты делаешь это берешь что-нибудь типа эйфории там а типа фуфанона типа октофита типа тпки какой-то системник такой мощный и травишь причем травишь три раза с интервалом пять дней потом если у вас очень жарко то ваш зонартик может не цвести они но не все но многие из них требуют холодной зимовки вот то есть у тебя будет такой куст классный и о цветочках у меня один такой товарищ есть если этот товарищ в этом году я не сниму с него весной ничего не зацветет то он в мусорку пойдет и жалеть я об этом не буду причем укореняется ужасно по поводу супер новинок не буду их брать у меня денег таких нет по поводу пеленки я буду стараться ее одевать но ребята она бывает то стирается то еще чего-нибудь по поводу посылок не сегодня прислала только что девочка видео и в хабаровск дошла посылка да она там чутка подра струсилась земля но это не страшно вот как она раструшивается вот объясните мне вот все же заклеила все запаяла вот как она раструшилась но все живые все зелененькие только чуть-чуть там подживут они потом пожелтеют сильнее они всегда на второй третий день хуже выглядят чем первый но смысл в том что они дошли я счастлива не обморожены ничего значит утепление у меня нормально вот еще жду вот значит завтра примерно должна еще одному чеку хабаровск пойти посылка леночка 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 ой забыла смоленская область завтра отправлю посылку брянская область не на женщины сегодня отправлю по поводу наборов наборы есть еще если надо наборы будут наборы вы мне главное пишите ватсап большая просьба пожалуйста подпишитесь на меня в яндексе канал называется ала билан все пиларгоних на юге россии почему потому что если вдруг что-то с ютубом мы там сможем общаться вот по поводу той тетки хамоватой да господь с вами успокойтесь все нормально я вообще не переживаю но предупреждаю будете продолжать кстати два дня уже не писала может видео моё посмотрела по поводу поливать перекись я но вы мне простите это бред я как медик точно знаю что делает перекись перекись образует тромбы она гемостатик такой легкий то есть что она делает когда она попадает на кровь жидкую не свернувшись она или образует тромбы ну грубо говоря приводя в состояние такого отход творожная эритроциты но чтобы понимали перекись не убивает микробы никогда не лечит никакие инфекции она просто гемостатик все она тромбирует раны останавливает капиллярные кровотечения вот допустим венозное кровотечение если вы там порезали что-то какую-то небольшую венку там задели вы можете взять сделать ватномарливый какой-нибудь тампон то есть оливату намотали на нее побольше бинта там или марли привожили это крайне пропитали перекисью вот этот тампон такой большой тампанада вообще тампона это не женское гигиеническое средство медицине сто лет применяется шарики там какие сто тысяч лет шарики там это называется тампанада раны то есть ты берешь делаешь этот валик в середине вата сверху марли желательно его как-нибудь так чтобы нитками прям в раму не завозил которые выпадают пропитываешь его перекисью при бинтовой и перекись во первых она тяжел тампона пропитанный тяжелый раз давит не дает так течь второе мы помним перекись гемостатик будет сворачиваться кровь скорее всего все становится даже в больницу ходить не надо будет но внимание если вы или кто-то порезался так что оттуда бьет струйкой вот быстро делаем такую же штуку моментально и летим в больницу больше эта артерия с артериями шутки плохи не балуемся там вообще от слова совсем вообще если эта артерия хватаем любой платок любую я не знаю ткань если это ремень то значит опускаем допустим так чтобы вы накладывали ремень в качестве жгута по ткани а не по голой коже поняли и везем больницу всегда накладываем жгут не в эпицентре вот у вас допустим мышца ну вот допустим вот мышца да вот у нас тут эпицентр мы накладываем либо тут либо тут вот тут не накладываем если жгут держите больше 20 минут то лучше сделать всего-то второй жгут попытаться наложить его выше или ниже в зависимости от того где у вас рано если рано ниже то выше если рано выше то ниже второй значит жгут одеваете слегка его подтягиваете а тут аккуратненько опускаете если кровь все еще у вас там ничего не затрамбировалась вы второй жгут который наложили затягивайте а тот аккуратненько потихонечку пропускать и зачем это делаете чтобы у вас не было интоксикации чтобы не было шока после того как очень большие травмы из-за того что не вовремя снять жгут короче это медицина я в ней изобретаю меня оттуда нас одна тракторе не вытащишь люблю это дело страшно если честно жалко работать больше не могу и кстати ребята никогда не поливайте перекисью ожоги будет некроз шрамы страшно останутся никогда вообще ни при каких обстоятельствах что-то я хотела спросить а в республику марил отправить знаете как сказать если бы я хотела просто избавиться от своих теренков я бы отправила точно так же как и в ханты-мансийск или ханты-мансийский округ девушка я забыла вам ответить я вас потеряла в ленте вы знаете вот я боюсь туда правда честно ну боюсь может весной давайте попробуем правда вот нет не страшно я бы что они не дойдут зачем же тратить такие деньги вот если может поспрашивать и в местных группах за сколько доходило если допустим ставрополь краснодар у кого-то что-то какая-то посылка с деком ну это реально страшно просто все ребята наш урок закончился я побежала всем пока пишите вопросы темы будем болтать всем пока а а а Продолжение следует...